Встречи с журналистами начали с обсуждения Олимпиады. У участников ледникового периода хоть и плотный гастрольный график, но за новостями из Ванкувера следят каждый день. Сегодня все разговоры о поражении наших фигуристов. По-моему, Кавагут, Смирнов один раз только третьими были на чемпионате мира. Но с чего мы решили, что они вдруг станут олимпийскими чемпионами? Только потому, что мы всегда выигрывали Олимпиаду. Ответ нашелся у Максима Маринина. Олимпийский чемпион не удивился, что наши остались без золота. Ведь тренировать спортсменов, которые сегодня участвуют в Олимпиадах, в 90-х было попросту некому. В времена Советского Союза все тренеры разъехались. Из Перми тоже очень много уехало. Сейчас мы всех этих видим тренеров, которые работают и в Швеции, и во Франции, и так далее. То есть период с 91 по 2006 год, это период, когда мы, в общем-то, мы только теряли. И только сейчас начинаем что-то приобретать. А вот на Челябинском льду московские фигуристы обещают показать высший класс. Ведь этот тур ледникового периода последний. Чемпионы катаются здесь, все лучшие актеры катаются здесь. И более масштабного такого гастрольного проекта на постсоветском пространстве не существует. Для Челябинска звезды специально подготовили ледовый мини-спектакль. Марат живет теперь здесь у вас, в городе, переселяется и мечтает всю жизнь кататься в проекте «Звезды на льду». Выходит на лед и танцует с одним из участников проекта. Вот весь секрет. Всех секретов раскрывать не стали, но сказали, выступление будет фееричным. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ